Взрывные устройства Распространяемые со вчерашнего дня от имени террористической группировки Исламское государство видео с угрозами в адресы России изучат спецслужбы этой страны. Это пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С 30 сентября 2015 года российские военные участвуют в операции против боевиков, запрещенных в России террористических организаций Исламское государство и Джабхатан-Нусра. Российская авиагруппа в Сирии насчитывает более 50 единиц авиационной техники. Это вертолеты, истребители, бомбардировщики и штурмовики. Министры иностранных дел государств, членов Евросоюза разработали план по возвращению нелегальных мигрантов в страны Африки. Предполагается, что ряду африканских государств, в том числе Эфиопии, Судану, Уганде и Кении, будет предложено почти 2 миллиарда евро в обмен на то, что они примут хотя бы часть из 800 тысяч беженцев, нелегально попавших на территорию Евросоюза, передает Интерфакс. Кроме того, высококвалифицированные работники и студенты из Африки получат зеленый свет при переезде в Европу. Для них будут сделаны визовые послабления, организованы курсы изучения языка, а также предоставлены рабочие места. Число людей, страдающих от голода, резко возросло в Восточной Африке, в частности в Эфиопии, пострадавшей от засухи. Предполагается, что к началу 2016 года количество людей, не обеспеченных едой и нуждающихся в гуманитарной помощи, увеличится до 32 миллионов человек, передает Вести.ру. Не исключено, что до 2 миллионов человек могут пострадать от наводнений. С мая нынешнего года число нуждающихся в продовольственной помощи уже достигло 25 миллионов человек. Гектар дальневосточной земли можно будет получить бесплатно уже с 1 мая. Соответствующий законопроект одобрили в правительстве России. Оформить землю в пользование желающие смогут, не выходя из дома через интернет-портал государственных услуг. Там же можно выбрать и участок. Чтобы исключить получение земель без цели их освоения, участок сначала будет предоставляться в безвозмездное пользование на 5 лет. Давать землю будут только физическим лицам. Участок нельзя будет ни передать, ни подарить иностранному гражданину. России необходимо укреплять свою группировку спутников, которые должны обеспечивать космическую связь и дистанционное зондирование Земли. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, посвященном приоритетам российской космической отрасли до 2025 года. Также Путин сказал, что России необходимо усилить свои позиции на рынке ракетных пусков, прежде всего коммерческих. Кроме того, российский президент призвал продолжать фундаментальные исследования в космосе, сообщает телеканал «Россия-24». В Молдавии оппозиция вновь потребовала уволить всех ответственных за повышение тарифов на свет, в том числе президента Николая Тимофити. Около двух тысяч сторонников партии социалистов прошли по главным улицам Кишинева. Оппозиция протестует в Кишиневе уже более двух месяцев. Одна из ее целей – добиться изменения Конституции, чтобы глава государства избирался на всенародном голосовании, а не в парламенте, передает телеканал «Россия-24». И казахстанским новостям. Национальный банк Казахстана проверил информацию о том, что внутри Евразийского экономического союза ведется работа по созданию единой валюты. Об этом передает телеканал «Астана». В частности, отмечается, что для запуска единого валютного рынка участники интеграционного процесса должны проводить согласованную денежно-кредитную политику на опыте Евросоюза. Как заявили в финансовом регуляторе, сегодня у стран ЕАЭС разные экономические системы. Это и сдерживает процесс по введению единой валюты. В нынешнем году в Актюбинской области забеременели 62 ученицы школ. При этом 10 будущих мам являются учащимися школ города Ктубе. Об этом журналистам сообщает главный акушер-гинеколог региона Максат Сергазин. По словам докторов, в прошлом году по области цифры были выше. Насчитывалось 99 несовершеннолетних беременных. Лучшие автошколы Актюбе накануне выбирали местные полицейские. Из 36 специализированных учебных заведений заявки на конкурс подали только 6. Несмотря на небольшое количество желающих участвовать в мероприятии, стражи закона уверены, подобные акции помогают автошколам совершенствовать учебную базу и качество преподавания. Сайт www.reka.tv.kz Самые актуальные новости, самые интересные темы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова